Представляю вам поединок по правилам ММА в категории до 84 килограмм формула боя. Три раунда по пять минут. Встречайте, синий угол десятиугольника, боец из города Афины, Греция, Стаматис Мораулис! Ну что ж, дорогие друзья, у нас следующий бой программы. Сергей Мартынов против Стаматиса Мораулиса. Весовая категория до 84 килограммов, средний вес. 31-летний Грек Стаматис Мораулис, 11 побед, два поражения. Из Афин под классику мирового рока, песня Шипина «Тупболстон», группы «Дропкик Мёрфис». Сейчас проследует клетку Стаматис. У нас профессиональную карьеру начал в июне 2011 года. Большинство боев провел у себя на родине, в Греции. В общем, среди его оппозиции, ну, наверное, нельзя назвать каких-то прям супер выдающихся бойцов. Но, тем не менее, из 11 побед у него 3 победы ударами, 8 побед примами. Все победы досрочные. Ну и он реваншист. Так, в августе 2013 года проиграл Стаматис Николаеву Алексееву, а затем, 4 года спустя, взял реванш. Вот такие дела. Итак, Стаматис Мараулис готов зайти в клетку. Греческие бойцы в ММА не такая уж вещь распространенная, но, тем не менее, они есть. Вот как раз-таки Стаматис Мараулис один из них. Ну, а соперник у Стаматиса очень серьезный. Сергей Мартынов по прозвищу Мясник, но про Сергея Мартынова чуть-чуть попозже. Вообще, было бы интересно, с точки зрения матчмейкинга, посмотреть победителя боя Мартынов Мараулис против бразильца Бруно Силовы, который уже одержал победу сегодня. Коллега, давай не будем забегать далеко вперед, а нам еще предстоит насладиться вот ближайшими поединками. Но мне надо заполнить паузу, поэтому я рассказываю всякие разные истории. Вот такой вот... Позитивный выход у греческого бойца. Да, очень уверенный в себе, практически как древнегреческий герой. Встречаете в красный угол десятиугольника его соперника, бойца из города Ростов-на-Дону, Россия! Сергей Мартынов! Ну, а теперь Сергей Мартынов по прозвищу Мясник из Ростова-на-Дону. В Ростов-на-Дону вообще славятся хорошие ММА-школы. И Сергей яркий представитель. На его счету восемь побед, семь досрочных, лишь два поражения. Свой предыдущий поединок Сергей Мартынов провел как раз-таки на Урале. Дебют под эгидой RCC Boxing Promotion. Он выиграл у Марата Хасанова техническим нокаутом в первом раунде. У Мартынова есть два поражения, но проигрывал он серьезным ребятам. Во-первых, он проигрывал у стар Магомеду Гаджидаудову. Причем, когда еще выступал, я так понимаю, не в среднем весе, а на категории на две ниже. Да, и это было на ICB 20 точек. Да, участник турнира Fight Night. Естественно, участник турнира в Pro FC. Pro FC Promotion Rostovski достаточно известный уже в России. И поражение было у Сергея Мартынова от ненца Йонаса Бенштайна. Проиграл тогда по очкам. Кстати, у стар Магомеду Гаджидауда Сергей Мартынов также проиграл по очкам. А в июне 17-го года победил Деньяра Абдибаева техническим нокаутом как раз-таки на ICB. В общем, хороший уровень. Второй бой для Сергея под эгидой RCC Boxing Promotion. Посмотрим. У него 8 побед, 7 ударами и 1 выигрыш по очкам. То есть и стоматисы, и Сергей, оба финишеры. Оба ребята жесткие. Но предварительно уровень позиции Мартынова, наверное, повыше. Но это ничего не значит, когда начнется поединок. Да, это смешанное единоборство. И тут любой эпизод может закончиться в любой момент. Да, мы увидели предыдущий поединок Бруно Силова и Геннадия Ковалева. Когда, в общем-то, Ковалев... Вроде есть преимущество одного бойца, но тут же ситуация в клетке кардинально меняется. Да, колено в голову и привет. Один удар, и ситуация может резко измениться. О, у нас Сергей Мартынов также заходит в клетку. Вообще, средний вес, на самом деле... Да, все весовые категории в ММА хорошие, но средний вес одна из лучших, я считаю. Слушаем Дмитрия Ракова. Да. Ему 31 год, рост 181 сантиметр, вес на взвешивании 84 килограмма 500 граммов. Профессиональный рекорд 13 боев, 11 побед, все одержаны досрочно. Два поражения. Стаматис Мараулис. И его соперник в красном углу бояцу из города Ростов-на-Дону. Россия. Ему 25 лет, рост 183 сантиметра. Вес 83 килограмма 800 граммов. Профессиональный рекорд 10 боев. Восемь побед, семь досрочно, два поражения. Сергей Мартина! Префери Дмитрий Валуевич. Боец. Бояцы, вы профессионалы. Достойте мою команду. Вы получите три раунда в пять минут. Добрый и хорошее борьба. Добро пожаловать. Смех. Конно. Готов. Садья. Садья. Готов. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас начинается поединок. Сергей Мартынов против Стаматиса Мараулиса. Средний вес. Здесь и скорость, и уже нешуточные удары. А парни бьющие. Перчатки с красным скотчем. Ростовчанин Сергей Мартынов. Перчатки с синим скотчем. Житель. Айкик с левой ноги был сейчас от Сергея. Но рука на месте была. У Мараулиса. Вот он так обозначил лоу-кик. Но я думаю, акцент будет на руки. Но вот, смотрите, прижимает Мартынов к сетке Грека. Не давай, прижимай тебя. Хорошо. Хорошо. Может ли попытка провести бросок. Либо разорвет Мартынов дистанцию с ударом. Хороший удар коленом в инсайде. Так. Попытка забрать ноги от Сергея. Попытка, да. Попытка провести бросок. С первого раза не удалось. Мы видим, здесь опять поработал коленом Сергей Мартынов. Отвечает по корпусу стоматис Мараулис. Спокойно, спокойно, брат. Хорошо, брат. Хорошо. Вот здесь рядом угловые Сергея. Они ему подсказывают, что делать. Вот так. Хорошо, хорошо. Другое дело, что... Отлично вставил. Сейчас локоть Сергей. Ну да, и ничего не может пока сделать стоматис Мараулис. Он прижат сейчас спиной к сетке. И пока ситуацию контролирует Сергей. Вот будет ли Сергей развивать... Вот здесь опасно было. Чуть не отдал Мартынов шею. Там была попытка гильотины со стороны Мараулиса. А вот опять локоть от Мартынова. Но пока Сергей даже дистанцию не разрывает. В общем-то ему в стойке. И в инсайде... Можно работать. Активность! Вот рефери призывает к активности. Назад, назад, назад. Покойно. Дистанцию держи. Дальше. Дальше. Пошел вперед греческий боец. Еще раз. Оба очень жесткие нокаутеры в том числе. Хороший хай-кик от Мартынова. Грек пытается сократить дистанцию. Миддл-кик от Мараулиса. Пошел он в атаку, видимо пытаясь поджать к сетке Сергея. Но Сергей очень удачно сейчас развернул соперника к сетке спиной. Сам уже. Ну а мы видели предыдущую такую же похожую ситуацию. Очень хорошо отработал тогда Сергей в клинче. Вот будет ли вставлять локоть Сергей, как это было в первой ситуации. Очень тогда он хорошо, опасно вставил локоть. Хорошо, хорошо. Еще удар. Еще нога стоим. Нога стоим, бей. Хорошо. Коленом по ноге Грека. Еще. Призывают угловые поработать Мартынова. В принципе он... Ага, попытка гильотины со стороны стоматиса. Здесь за счет одной руки очень тяжело было сделать стоматису. Дал очень активно поддерживает бойцов. И опять попытка гильотины со стороны Мараулиса. Вот здесь опасно, наверное. Отдает Сергей шею. Но одной рукой не может сработать греческий боец. Будет ли разрывать дистанцию Мартынов? Нет пока попыток перевода в партер. И рефери разводит по дистанции в стойке бойцов. Хороший опять острый джеб передней рукой от Мартынова. Хорошо развернулся. Попадает апперкот, проходит у Мартынова. Спасается в клинче здесь. Ну здесь да, нужно разрывать дистанцию и бить Сергею. Есть преимущество в дистанции у Сергея. Хороший апперкот, еще один проходит у Мартынова. Колени, колени, брат, запускай. Ну здесь опять или поработать коленями, или опять разрывать дистанцию и бить. И бить на разрыве. Хорошо, хорошо. Аккуратно. Вот так. Хорошо вышел, да. Сергей далеко не оттянулся, а остался. И тут коротко ударил два раза руками. Попробовать перевести на корпус. Хорошо, снизу попал сейчас Сергей. Да, очень хорошо сейчас эпизод для Мартынова. Так, обозначил Мараулис. Лоу-кики. Но именно, что просто обозначил. Появилась такая уже гематома под правым глазом у греческого боксера, бойца. Первый раунд позади, но, на мой взгляд, нам показывают Майка Тайсона. Константин Адзю, который Мельянецкий. Друзья, на нашем турнире присутствует легендарный боец смешанных единоборств. Последний император. Джон Емельянецкий. Ну мы слышим, как встречает зал легендарного нашего российского бойца. Ну, на мой взгляд, хороший первый раунд для Мартынова. Посмотрим, что будет дальше. Субтитры делал DimaTorzok Ронят в угол. Друзья, дорогие друзья, сейчас начнется второй раунд. Сергей Мартынов против стоматиса Мараулиса. Бой в среднем весе. Весовая категория до 84 килограммов. Перчатки с красным скотчем Сергей Мартынов. Перчатки с синим. Представитель Греции стоматиса Мараулиса. Сергей Мартынов, естественно, но представляет Россию. Опять хайкик слева, да. Хотя и в защиту, но все равно это очень опасные удары. Но вот держит на дистанции Мартынов. Мараулиса и, в принципе, правильно делает, расстреливает. В первом раунде у него все очень успешно. Да, получал. Причем очень жесткий такой. Пошел с ударами Мараулис. Попытка-то развернул спиной сейчас Сергей к сетке Мараулиса. Ну, вот, собственно, та же самая ситуация, которую мы уже видели. В концовке, да, причем первого раунда. Здесь очень уверенно, хорошо контролирует ситуацию Сергей. Хорошее колено от Мартынова. И не успевает, ничего не успевает сделать Мараулис. Будет ли Сергей разрывать дистанцию с ударом? Или пока поработает здесь, в инсайде? Пытается что-то сделать греческий боец. Послышим, из угла подсказывает у Сергея поработать локтем. Действительно, очень опасно он работал. Разорвал дистанцию. Сергей. Взял паузу. Почему бы и нет? Вот хорошо встретил сейчас бейческого бойца Мартынов. Идет вперед Мараулис. Да, я думаю, он старается перевести в партер. У него нет других вариантов, потому что в стойке он, в общем, не выигрывает, так скажем. Скорее, не выигрывает. В стойке Мартынов лучше. Вот опасно опять шею отдает Сергей. Но бойцы уже мокрые. Бойцы уже мокрые, поэтому вот так вот просто взять и задушить, наверное, не получится. Тем более, одной рукой. Выход туда, выход туда. Выход, удар. Кстати, заметил, что Сергей сам не пытается перевести в партер Мараулиса. Хотя, по идее, попытаться подсечь. Но надо отметить, пока ни разу еще мы не видели, чтобы бойцы оказались в партере в этом поединке. Но, судя по рекорду, греческого бойца достаточно успешно он там себя хорошо чувствует. Рефери призывает к активности. Ну, в принципе, работа на дистанции, в стойке – это то, что нужно. Сергей Мартынов. Подыши, подыши, подыши. Файк. Еще две минуты остается во втором раунде. Вот пытается подойти поближе к Грек, но... Плотно он перекрывается за блок, мы видим, защищает голову, потому что он уже прочувствовал вот эти хлесткие удары с дистанции от Сергея. Хорошо. Хорошо, как кик от Мартынова. И пока у нас работа на дистанции, в стойке. Хорошо здесь встречает Мартынова. Мараулису и... оп, здесь можно было зайти в маунт. В бэк-маунт. Ну, смотрите. Вот здесь опять хорошо встречает Мартынов, греческого бойца. Стаматиса Мараулиса. Колени. Могу отбивай право. Минута. Давай, колени. Колени отбивай. Вы слышите, у главы Сергея предлагают... Рекомендует отбивать колени. Ну, в принципе, опять в этом клинче, в стойке. Нормально себя чувствует Мартынов. Ну, единственное, что да, есть опасность отдать шею. Но Мараулис сколько попыток не было, пока ничего не смог сделать. Стоп. Боец, боец, боец. Боец. Подсказывают, что остается буквально 30 секунд. До конца второго раунда. Даже уже меньше. Ну, и пока так в стойке перебивает. Очень уверенно, на мой взгляд. Сергей Мартынов, да, своего соперника. Опять хороший хай-кик. Ну, вот рано или поздно этот тоннаж пропущен. Причем так очень интересно меняет уровни. Бросает в голову. Потом время от времени переводит в корпус. Левый удар ногой Сергей. Две секунды забирает. У нас Сирена и бойцы расходятся на перерыв. Нас ожидает третий, заключительный раунд этого боя. Ну, и второй раунд, на мой взгляд, прошел под диктовку Сергея Мартынова. У греческого спортсмена практически особо шансов и не было. А вот мы видим прибытие в трактор. Иван Штырков. Иван Штырков, российский, в данном случае уже полутяж, не имеющий поражение. Проспект, краса и гордость Урала. Очень скромный парень, кстати, в жизни. Абсолютно никакого пафоса и никакой короны на голове. В соперниках у Ивана Марчин Лазарс, польский боец. Да, мы видим, вот один из главных ведущих катманов у нас России. Также человек, который продолжает дело, Дмитрия Лучникова. Сейчас тейпировал нас. Его коллега. Дмитрию Лучникову большой привет. Он в солнечном Лос-Анджелесе. Вот так уже два бланша у Грека. Ну это да, следы тех ударов, которые попадает Сергей. Но у Грека опасается, опасается. Вот мы видим, он начал бить лоу-кики. Джефф, корпус. Хороший боковой слева от Мартынова. На дистанции держится Сергей Мартынов. В стойке ему очень комфортно. Ох, попадает так на встречу. Да, джебом, джебом. Тут был на одной ноге, стоял Грек. И смотрите, как кормит боковыми на встречу Грека Мартынов. Пытается что-то сделать Мараулис, но пока мало что получается. Плотно, плотно очень держит руки у головы Мараулис, потому что он действительно очень много ударов уже пропустил. Но здесь, кстати, можно порастреливать дистанции, поработать по корпусу Мартынов. В том числе. Причем Мартынов лоу-кики практически не бьет. Вот так иногда вылетает хай-кик слева. Жесткий. Вот, хорошо сейчас. Ай, повтор, туда же бы Мартынов. Быстрые руки у Сергея. Ну, еще раз, средний вес, хорошая скорость и тяжелые удары. Вылетит ли хай-кик слева у Мартынова? Взял так паузу Сергей Мартынов. Сверху, рука, нога, посмотри, посмотри, открыто. Кто тут пройдет? Хорошо, мидулкий корпус. Мидулкий такой, да, слева в область туловища. Жеб, нога, жеб, нога. Сделал. Ну, в принципе, подсказывают из угла Сергею больше расстреливать по этажам. Мы это слышим. Джеб, нога. Вставляя джебом поднимать руку, да, он пытается пробить по туловищу. Хорошо, сейчас попал двойку Сергей. Ну, вы слышите, угловых работают двух-трех ударными сериями. Расстреливают дистанции. Плюс очень много, уже большой тоннаж на себя ударов принял. Но продолжает идти вперед, мы видим, плотно перекрывается. Потому что, я думаю, он прекрасно понимает, застояясь он на месте, он допустит еще больше ударов. Ну, вот добрался он до инсайда. Была попытка тейкдауна, но не удалось. Снова у нас клинч у сетки. Ну, у него единственный шанс, наверное, здесь попадается, может быть, или придушить, или все-таки перевести в партер Мартынова. Заключительный раунд, и уже больше половины раунда прошло. Большое такое кровотечение мы видим из носа стоматиса Мараулиса. Не смогли с этим справиться, кровотечением у его угловые. И опять стойкая дистанция. Вот решил подвигаться на ногах Сергей Мартынов. Концовка 30 секунд остается. Хороший ответ такой, мидлл кик. Хлесткий. Благодаря вот этим вот ударам ногами слева практически не отрывает правую руку от защиты Мараулис. Давай 10 секунд, Серый. 10 секунд, родной, давай. Ну, похоже, что пройдет всю дистанцию поединок. Пошел, пошел. Такую атаку Сергей и у нас сирена. Бойцы расходятся. Ждем официального объявления победителя. Ждем официального объявления победителя. Будущий чемпион. Ставим, ай-панакинь. Красавец. Ставим, ай-панакинь. Ставим, ай-панакинь. Ставим, ай-панакинь. Ставим, ай-панакинь. Ставим, ай-панакинь. Ставим, ай-панакинь. Уважаемые дамы и господа, в этом поединке победу единогласным решением суде одержал Сергей Мартинов. Ну, в этом поединке, я думаю, сомнений в победителе не было. Исходя из того, что мы с вами видели. Сергей Мартинов, абсолютно заслуженная победа. Бой прошел всю дистанцию. Поздравляем победителя. И уважение стойкому греческому бойцу Стаматису Мараулису. Ставим, ай-панакинь.